Ааа, я вас категорически приветствую. Совсем недавно закончился первый день BlizzCon 2018, и вместе с ним на нас обрушился шквал новостей, но, к сожалению, о World of Warcraft Classic стало известно немного. Больше всего информации удалось извлечь из демо-версии игры, которая была и продолжает быть доступна всем игрокам, купившим билет на вышеупомянутое событие. Blizzard основательно поработали над классической версией игры и довольно сильно подтянули графику. Что примечательно, они оставили возможность регулировать ее уровень, таким образом снижая настройки до примерно уровня игры 2004 года, и, соответственно, при повышении, делая их на уровне катаклизма. В целом, игра стала сочнее, появились динамичные тени и сглаживание. Кроме этого, надо отметить некоторые полезные изменения, которые уже можно было увидеть на демо-версии. Во-первых, в игре стал автоматически отображаться таймер действия дебафов, на цели. Другими словами, теперь не нужно ставить аддон, для того, чтобы видеть, через сколько нужно обновить дот. А во-вторых, заработали камни призыва у входа в подземелье. Напомню, что на классических приватных серверах эта функция отключена, так как была добавлена в игру только в патче 1.12.1. Но тут она уже работает. Поработали детальнее и со способностями. Раньше у воинов часто возникали проблемы с чаржем. То он не срабатывал на ходу, то в случае нахождения цели где-нибудь на коробке заставлял воина нарезать огромный круг вокруг препятствия. Теперь все работает так же, как и в актуальной версии. Более того, добавили адекватное отображение действия контроля на цели. Раньше он всегда отображал минутный эффект, так же, как и в случае применения к существу, но действовал существенно короче. На обновленной демо-версии стало возможным увидеть, что этот эффект теперь работает корректно. Изменений в баланс, таланты и силу способностей не завезли. Не изменился и базовый интерфейс. Другими словами, если вы хорошо разбирались в классической версии игры в 2004 году, то и сейчас с игрой у вас проблем не возникнет. Нашлось место и ряду мелких хотфиксов. Например, возможность менять заполненные сумки местами, а также менять местами предметы, когда вы мертвы. Отдельно стоит отметить про то, что Близзарды добавили фазирование. Это не кросс-сервер, а именно фазирование, что позволит большему количеству игроков находиться в одном месте, не испытывая затруднений в виде лагов во время игры. А также, как и обещали, добавили возможность общаться с друзьями, добавленными через батл-так. Кроме этого, подпилили и формирование групп в игре, взяв за модель использования приглашения в группу по аналогии с актуальной версией игры. Другими словами, теперь, когда вы отправляете приглашение людям, состоящим в группе, им будет приходить ваша просьба о инвайте. Рейдовый интерфейс тоже значительно улучшили, и теперь он тоже полностью базируется на актуальной версии. Фреймы изменены, появилась возможность собирать рейд и возвращать его обратно в состояние группы, а также обновлять подземелья без помощи дополнительных макросов. Аддоны, вопреки ожиданиям, оказались нерабочими, так как полностью не подходят под версию игры. Однако, в этом плане беспокоиться не стоит. Безусловно, встроенного квест-хелпера на данный момент в классике нет. Однако, не факт, что Blizzard не добавят его несколько позже. Впрочем, весьма вероятно, что если это и не случится, то с появлением бета-тестовых игровых серверов, умельцы наклепают их в большом количестве. Кстати, особенно нужно выделить тот момент, что в World of Warcraft Classic добавили поддержку русского языка. А однако, до сих пор неизвестно, будет ли разделение на серверные языковые группы. Так что сказать о том, плюс это или минус, пока сложно. Рецензируя, можно сказать, что Blizzard полностью перенесли атмосферу той самой игры. И лично я был в полнейшем восторге от того, что увидел. Это та самая старая игра, но в новой обертке, что не может не радовать. А теперь самые вкусные и интересные новости. В первый день BlizzCon 2018 стало известно, что датой выхода в World of Warcraft Classic станет лето 2019 года. Точное число еще не сообщалось, но, скорее всего, его объявят в ближайшее время. А самой главной и самой важной новостью для многих игроков, особенно тех, кто играет сейчас в актуальную версию игры, станет то, что платить за подписку отдельно не придется. Она будет общей для игроков классических и актуальных серверов. Кроме этого, весьма вероятно, что покупать сам World of Warcraft Classic не придется. Будет достаточно оплатить подписку. Пока что это все новости, которые мне удалось узнать. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Если это действительно так, обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.